Сюгона из дома Токугава правили страной около трех столетий. В истории Японии это был самый длительный период политического правления представителей одной и той же династии. И причину такой стабильности режима следует искать продуманности мероприятий, которые разработал и провел основатель династии Токугава и Ясу. В частности, одним из краеугольных камней нового режима стал принцип наследования титула Сюгуна. Следует напомнить о происхождении самого термина Сюгун. В древности так называли военачальников, которые воевали с северными племенами, то есть племенами, которые проживали на севере Японии. Однако со временем значение термина поменялось. В конце XII века он стал означать верховного военного правителя страны, в роли которого выступал наиболее могущественный феодальный дом. Одновременно в Японии складывается определенная форма правления, которая стала именоваться Сюгунатом. Правление, когда административное управление страной передавалось наиболее могущественному феодальному дому. Первым в роли такого дома выступила семья Минамото. Сюгунат Токугава был третьим и самым длительным в истории японских сюгунатов. Сам Токугава и Ясу оставался сюгуном не очень долго. Став официально сюгуном в 1603 году, уже в 1605 году он передает этот титул своему сыну. Выбор наследника был не очень прост. К этому времени у Токугава и Ясу было несколько сыновей. Самому старшему Набу Ясу был в свое время усыновлен Уда Набу Нага. Однако спустя некоторое время Набу Нага заподозрил его в тайном союзе со своим врагом Такеда Шинген. И в 1579 году Набу Ясу был вынужден совершить самоубийство для того, чтобы доказать лояльность семьи Токугава Уда Набу Нага. Второй сын Ясу Хиде Ясу был усыновлен Тойтоми Хидайоси и стал наследником знатной семьи Юки. В 1600 году он возвращает свою фамилию Токугава и в принципе именно он претендовал на то, чтобы стать наследником Токугава и Ясу. Однако сам Токугава решает иначе. Он выбирает в качестве своего наследника третьего сына Хидетада. Хидетада был самым послушным и покорным и одновременно понятливым из сыновей Токугава. То есть по своим человеческим качествам он был в тот момент наиболее применим наследником для Ясу, поскольку последний удалялся от дел лишь формально и продолжал контролировать положение в стране. Однако в таком произвольном принципе выбора наследника таилась ловушка, которая со временем могла ввергнуть в дом Токугава во внутреннюю борьбу и внутренней распири. И Токугава Ясу прекрасно это понимал. Поэтому когда речь зашла о выборе наследника уже Хидетада, Токугава Ясу решил вмешаться. У Хидетада тоже было несколько сыновей. Три сына, Иемицу, Таданага и Масаюки. Младший Масаюки был рожден не от жены, а от наложницы, поэтому он не претендовал на наследование власти. И основных претендентов было два, Иемицу и Таданага. Иемицу рос болезненным ребенком, замкнутым, апатичным. Некоторые считали его туповатым. И поэтому сам Хидетада считал, что его наследником должен стать Таданага. Однако по распоряжении Иясу был введен четкий принцип наследования. Отныне титул Сёгуна мог наследовать только старший сын. Тем самым Иясу подстраховал свой дом на долгие года, предотвратив возможные распри по поводу того, кто должен наследовать титул Сёгуна. Таким образом был введен четкий принцип наследования, способствующий становлению стабильной власти. Кроме основной линии, так называемой Хонке, которая велась от Токугава Иясу и его сына Хидетада, существовали так называемые боковые ветви рода Токугава. К ним относились Гусанке. Это феодальные дома Вари, Кии и Мита, основанные тремя младшими сыновьями Иясу. В случае отсутствия прямого наследника, Сёгуном мог стать только представитель этих домов. То есть наследник мог быть взят одним из одного из этих домов. Таким образом, право наследования титула Сёгуна закреплялось только за родом Токугава и повторение истории Суду-Набунага, когда после его гибели в обход его сыновей власть захватил его вассал Тойто-Михида-Йоси, было практически исключено.